Сейчас настала пора говорить о мультимедийном марафоне ТВ Плюс и знакомить наших зрителей с очередным проектом, за который тоже можно голосовать на странице ТВ Плюс в Фейсбуке, потому что вдруг этот проект получит приз зрительских симпатий и возможность реализоваться в рамках нашего канала. Но для начала посмотрим промо-ролик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы расскажем о тренировках и видах спорта на любой вкус и возраст, примем участие в самых разнообразных спортивных мероприятиях, посетим спортивные площадки по всей Эстонии и не только, встретимся с увлеченными здоровым образом жизни людьми и специалистами в сфере питания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотивируем вести здоровый и активный образ жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас чая напился, такой стал добрый, такую теплоту в себя впустил. Сейчас так хорошо расскажем о вашем проекте. Называется он Runaway Weekend. У нас сегодня в гостях Роман, Ирена и Светлана, люди, которые этот проект делают. Сначала спрошу у ведущей, Ирены, почему именно такая концепция с одной ведущей, причем девушкой, неужели молодых людей, мужчин, не интересует здоровый образ жизни и не нашли достойную кандидатуру, чтобы взять еще и мужчину ведущего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, было бы очень приятно, если бы в нашей команде был такой же активный молодой человек, пока еще не нашли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой же активный, как ты или как я? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой же активный, как я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уже про себя подумал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, подошел бы, да. Но на самом деле ведущим к такой передаче должен быть очень активный человек, который несет позитивную энергию и также готов заряжать. И, например, такой человек, для которого 32 километра поход в горах, это не тяжело, а это удовольствие и интересно, в ходе чего можно много интересного рассказать, узнать и поделиться. И также, например, поездка в Гагу, это не поход по достопримечательностям, а поход по спортивным залам, сравнение с Эстонией, интервью с разными интересными людьми. Главное, чтобы поездка в Гагу не была повесткой в международный трибунал, который там находится. Светлана отвечает в этом проекте за кросс-медиа. Вот что подразумевается в рамках вашего ранауэй-уикенда под кросс-медиа? Что вы уже успели сделать? Мы успели сделать страничку, веб-страницу, мы успели сделать в Facebook сообщество, в Instagram аккаунт и Перископ. Перископ? Перископ, да. Это что? Перископ — это такая очень модная нынче вещь, прямые трансляции. То есть ты включаешь с телефона, снимаешь как бы видео, но это прямая трансляция. Люди во всем мире могут смотреть, комментировать, ставить сердечки, лайки на манер Facebook. И потом это видео можно 24 часа смотреть еще и поделиться им тоже в других сетях. Эка я отстал от жизни, какой я немодный. Роман у нас отвечает за техническую составляющую, операторская работа, монтаж, все на нем. Что из себя будет представлять проект, если он вдруг получит свой шанс на реализацию? Сколько серий, какой продолжительности? Планируем 8 эпизодов по 45 минут. По субботам с 11 до 12. Прямо уже даже и время застолбили за собой. Смотри, какие шустрые ребята. С какими-то сложностями определенного характера пришлось столкнуться? Если проект для активных людей и предполагает очень много движения, 32 километра в горах, наверное, оператор должен быть в соответствующей форме. Да, нужно будет, конечно, снарядиться специальным оборудованием, чтобы можно было как-то в движении некоторые вещи снимать. А вообще, как бы, сложность, ну, все преодолимо в целом. То есть нет таких прям преград, чтобы невозможно было это сделать. Ну что, Роман, тогда тебе желаю интересной и по возможности такой работы, которую ты можешь вынести. Ирена, тебе желаю звездить. И если вдруг потребуется энергичный, хороший ведущий, ты знаешь, у кого спрашивать. Светлана, осваивай новые площадки и продвигай свой проект. Зрителям напомню, что голосование на странице ЭТВ плюс продлится до полуночи 16 декабря. Так что до завтрашней ночи можно голосовать за тот проект, который вам понравился. А у нас сегодня был представлен проект, который называется Runaway Weekend. Но он не о побеге на выходные, а о здоровом образе жизни. За него и за другие проекты можно голосовать на странице ЭТВ плюс в Фейсбуке.